здравствуйте мои дорогие и сегодня как я обещала вторая программа в которой я вас познакомлю с вот такой замечательной продукцией на основе порошка ромашки перетрум ромашки долмацкой есть еще персидская кавказская это одно и то же их просто называют ромашники чем они так хороши вы уже слышали да что порошок этого растения совершенно спокойно справляется с очень многими вредителями так надоедающими нам на даче а еще и дома это клопы таракан это муравьи всех видов это двухвозки в частном секторе просто полно которых ничем не выведешь это просто какое-то горе значит ну естественно нам на даче нужна помощь именно вот таких вот веществ у меня в руках это ловчий пояс вы знакомы с этим словом но очень немногие из вас пользуются подобными вещами вот у меня есть такая значит да пакетик такой замечательный есть маленькая щетка есть ножницы едва две веревочки у меня они вот будут красное чтобы видели вот здесь в упаковке находится сам ловчий пояс абсолютная полная информационная часть с обеих сторон где написано нарисовано что делать и как делать что вы должны сделать ну во первых подойти к дереву я покажу как это делается значит на высоте 40 сантиметров измерить окружность его ствола измерить можно вот так не надо сантиметра измерить и вот так у нас будет ствол примерно да и примерно нам понадобится ловчего пояса вот такое количество плюс 35 сантиметров на загиб это примерно вот столько вот здесь мы и отрежем но мы смирим сначала чтобы не промазать значит отрежем и как это делается значит у этого ловчего пояса есть вот такое место где его можно раскрыть вот таким образом вы видите у него с обоих сторон вот этой бумаги специальная бумага она пропитана пропитана клеем с веществом вот этого вот перетри на и мы приклеим не клейкой стороной к стволу а клейкой стороной наружу и завяжем этими шнурками вверх пояса и низ пояса начинаем ну вот примерно это вот тогда и прибавляем 35 сантиметров вот такое количество пояса ловчего нам надо отрезать он у меня вот в кармашке тут сейчас я уберу ненужности значит разворачиваем и отмеряем ну можно это делать знаете отмерить можно до в домике сидя за столом потому что деревьев много надо просто пометить для кого и сколько нужно ну это примерно чуть больше вот этого до сложенного расстояния с запасом на загиб помните об этом так шнурочки можно сюда ножницы здесь ну вот ничего такого сложного конечно тут не надо миллиметра вымерять это совершенно не обязательно все мы отрезали излишки мы так ножницы на веточку у этой яблони появились плодушки она готовится к плодоношению чего я очень рада но она так давно растет и что-то ей не так что я уже устала честно сказать ее спасать вот смотрите видите я открываю этот пояс так тут два получится у меня куска ой какая прелесть так смотрите так и я начинаю обра вот клейкой стороной наружу вот так как написано если вы нечаянно вы можете руки ничего страшного в этом не будет не 0 улетела до бумажка и ей ну и ладно вот и все вот мы одели этот пояс ну можно вот так а бы об яблоньку обтереться а теперь наша задача быстренько взять шнурки смотрите шнурки но они у меня большеваты хватит нам и половинки такого шнурка отрезаем все делать надо быстро на улице знаете какой холодильный вы мне все жалуетесь там у вас ага плюс 18 ночью 6 если бы у нас так было бы завязываем наверху покрепче я завяжу прям на узелок никаких бантиков тут не будет и завязываем внизу покрепче лишние веревочки можно обрезать вот так а можно не обрезать смотрите какая красота получилась здесь есть еще одна половинка и что я вам предлагаю сделать вот если кто-то очень сомневается что как-то это не сработает давайте привяжем еще этот кусок но он уже у нас есть же давайте привяжем чуть ниже или чуть выше и мне нравится я так думаю что во первых это недорого во вторых это очень надежно ну и в третьих цветоеды и прочие прочая гадость которая все время учит наше растение в этом году ей точно не пройти а сейчас мы идем в теплицу я покажу как обрабатывать землю именно порошком долматской ромашки перетрома как его называют ученые вот эти вот два аэрозоль и спрей работают против белокрылки и тли и в прошлой теме я говорила что очень легко мгновенно практически убивает этих насекомых а тля она не только у нас на смородине еще на каких-то там до сливах на макушках и так далее это для полбеды а вот для бахчевая которая у нас в теплице заведется и серая черная зеленая толстая жирная такая от нее избавиться очень трудно вот эти два препарата вам обязательно помогут причем это абсолютно не ядовито только вы должны помнить биологические препараты они работают целенаправленно это нервно-паралитического характера и насекомые такие как клещи даже паутинный в него ведь еще попасть надо а даже попав на его хитиновую оболочку вряд ли вы вообще с ним что-то сделаете ему надо чтобы он хоть чуть-чуть кусанул чего-нибудь и попав внутрь у него просто там паралич полный происходит со всем его маленьким организмом тогда только мы от них избавимся я тоже это покажу значит и порошок вот эта вещь которую я просто но не знаю в этом я уже пробовала все это разумеется вы же знаете я не рассказываю когда не попробую и я хочу донести до вас что порошок который мы введем в почву и будем все это следить за этой местом где мы воспользуемся появились ли там муравьи если появились то в каком количестве но лучше бы мне появляться да это правда скоро придет пора когда в этих теплицах поднимутся здесь огурцы будут и конечно понадобится обязательно бороться с вредителями как только представлю себе вот этот вот момент да так сразу отороп берет потому что бороться с вредителями это значит использовать химию потому что вот без химических вот каких-то вмешательств это редко происходит понимаете и все зависит еще от количества тех вредителей которые посетили вашу или мою теплицу разницы нет внизу это муравьи в бесчисленном множестве наверху это тля и белокрылка кроме этого значит залетают и заползают еще всякие гадости вот лучше бы предотвратить их появление они очень сильно реагируют на запах вот этой ромашки обратите внимание что написано вот здесь желтым текстом видите вот он вот он написано инсектицид на основе порошка далматской ромашки это натуральное растительное сырье это то чем вы не отравитесь сами не отравите своих животных а уж тем более своих детей и внуков и свои огурцы и помидоры берете спрей то настроили его и поехали опрыскивание вот таким образом можете по карбонату не даст возможности им где-то прицепиться а уж тем более когда растение появится у вас в теплице тогда вы должны опрыскивать как положено но я бы хотел чтобы это делали один раз семь дней смотрите аэрозоль работает также замечательно его только нужно нажать все все что с вас требуется и около растения на растения вокруг него все части теплицы все обрабатывается легко и просто это очень тонкое распыление и это все сработает так и мы видим порошок видите мелко-мелко перемолотая а значит что мы делаем смотрите наша почва дату которую мы собираемся использовать для посадки но огурцов да где же муравьи в огурцах не водятся еще как водятся они тут и строит все и на глубине там от 5 7 сантиметров такие дворцы себе понастроить поэтому мы просыпаем вот это все муравьи не любят не запаха не присутствие ромашки перетрум уж тем более ее порошка и они же не живут все время под землей там они личинки свои откладывают яйца из которых потом вылупляется это братья все а на поверхность они выходят чтобы принести еду там ну соломинки палочки подружку где-нибудь зацепить поэтому у них такой возможности не будет показываю вам что-то новое я предполагаю что вы меня будете спрашивать а можно вот если я там ага нет нельзя вот как написано вот здесь вот так можно а вот так как вы придумали нельзя это возбраняется потому что ничего хорошего из этого не получится давайте соблюдать все-таки правила которые для нас написаны по написано перед рум видите всего доброго и до свидания